Вот схема движения. Представьте, что вот это вот Солнце, мы здесь, а между нами Солнце и Меркурий. Вот он, двигаясь по своей орбите, подходит к точке, где он начинает проецироваться на диск Солнца. И по всемирному времени в 12.35, а по-нашему в 15.35, он пересечет диск Солнца и станет на его фоне видимым. Выглядит сейчас вот таким образом. Маленькая черная точка на красном диске Солнца – это как раз Меркурий. Увидеть редкое астрономическое событие невооруженным взглядом невозможно. Помешает как погода, так и размер самой планеты. Поэтому используют телескопы. Сверху на него крепят фильтр, а изображение могут вывести на компьютер. Казалось бы, каждый оборот Меркурия, можно все видеть, да? Но на самом деле получается не так, поскольку орбиты Земли и Меркурия лежат немножко в разных плоскостях. Поэтому вот это событие, когда Меркурий оказывается между Землей и Солнцем, да еще на одной прямой, так, чтобы на фоне Солнца проецироваться, происходит раз где-то в 217 лет. В старину по времени прохождения Меркурия по диску Солнца можно было уточнить размеры самой планеты, ее период, размеры Солнца и многое другое. Теперь же все это делается с помощью космических средств. А само наблюдение прохождения Меркурия стало скорее любительским. Закончить планета свое движение по диску Солнца в 21 час по московскому времени. Это событие интересно еще и тем, что во время середины явления центры дисков Меркурия и Солнца будет разделять всего ничего. Это самое минимальное расстояние для всех прохождений Меркурия в 21 веке. Можно сказать, что в это прохождение Меркурий пройдет почти через центр Солнечного диска. Для тех, у кого нет возможности увидеть редко астрономическое явление с помощью телескопа, проводится онлайн-трансляция в интернете. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.